А теперь все по порядку. Утром 12 ноября в фериал районной художественной школы имени Петра Ивановича Котова, поселок Верхний Баскунчак, прибыло за Хтубинска целый десант соцкультработников. В художке их ждали и встретили в прямом и переносном смысле с музыкой. Первой выступила директор районной художественной школы Марина Карпова. Она объяснила ученикам, преподавателям цель визита гостей из города. Рассказала о том, что сотрудниками местного отделения российского военно-исторического общества установлено имя еще одного выдающегося человека, родившегося в нашем Ахтубинском районе, ставшим знаменитым за свой ратный и трудовой подвиг. Это художник Александр Гаврилович Будников, родившийся здесь, в поселке Верхний Баскунчак. И не случайно, потому мемориальную доску было решено установить именно здесь, на здании художественной школы, которому, кстати, в этом году исполняется 20 лет. Председатель местного ОРВИО Леонид Гетманцев подробно рассказал о нашем земляке. Александр Будников родился в 1914 году в поселке Верхний Баскунчак. Отец на железнодорожной станции работал плотником, мама – уборщицей. Саша сначала увлекался музыкой, часто время проводил в клубе железнодорожников. С 15 лет там стал крутить кино, был киномехаником. Там же познакомился с художником-самоучкой, который рисовал картины для спектаклей. Когда художник уехал, рисовать пальчики и полотна пришлось Будникову. А в поселке тогда и сейчас тоже считалась самая почетная работа железнодорожника. Александр окончил ФЗО, работал в депо, а потом в Сталинграде по набору на заводе баррикады и все время рисовал. Потому друзья заставили его пойти в Сталинградское художественное училище, где Будников сразу стал его студентом. Перед самой войной он продолжил учебу в Харьковском училище. Там и войну встретил, организовывал его эвакуацию. На фронт Будникова не взяли по состоянию здоровья, Но он все-таки попал туда, в самое пекло, в 1942-м, под Сталинград, в качестве корреспондента военной газеты. Александр не только писал статьи о героических защитниках города-героя, но и сопровождал их рисунками, сделанными на поле боя. Писал он в газете и о своих земляках, работниках железной дороги, станции Верхний Баскунчак. Был здесь. А война окончилась, Будников снова сел за парту и окончил Киевское художественное училище. Александр Гаврилович стал членом Союза писателей, заслуженным работником культуры республики, профессором кадра Киевского института. Поселок Верхний Баскунчак – это легендарный поселок. Я знаю, что вы все гордитесь героями железнодорожниками, героями тыла, потому что наш автобусский район был прифронтовым, непосредственно принимал участие в Сталинградской битве и славен своими героями. И вот сегодня открылось, увековечиваем еще одного достойного нашего земляка, тоже героя, заслуженного человека. Открытие мемориальной доски состоялось в уходном здании. Поручили это сделать лучшим ученикам художественной школы – Викнуру Хайрулину и Ульяне Артюховой. Мы очень гордимся тем, что именно нашему учреждению, учреждению культуры, учреждению дополнительного образования, где детей мы обучаем также рисованию и также прививаем любовь к творчеству, имя нашего земляка будет, как сказать, сопутствующим таким парусом, что ли, в дальнейших своих успехах. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ